Трехлетний Коля в детскую клиническую больницу попал из Розовского района. Диагноз – острый лейкоз. Мальчик родился абсолютно здоровым, потому болезнь стала неожиданностью для семьи, говорят его родственники. Сегодня Коля требует постоянного ухода. Лечение чрезвычайно болезненное и дорогостоящее. Только один препарат для химиотерапии стоит больше 600 гривен. Бабушка Коли говорит, что если б не бесплатное лечение, то их семья просто не смогла бы помочь малышу. Тут прилагают все усилия, чтобы оказать как можно посильную помощь всем больным. Все, что надо для лечения диагноза, все есть. Главное, что химиотерапия, все есть. Сегодня детский рак при современном уровне медицины – это не приговор, а руководство к действию, говорят медики детской клинической больницы. Если раньше выживаемость детей с лейкозом составляла лишь 3%, то сейчас полностью выздоравливает до 70% детей. Это показатель того, что мы имеем достаточное количество медикаментов. Медикаменты покупаются за бюджетные средства. У нас идет финансирование по двум программам. Программа централизованная – это Минздравская, это дитячая онкология. И у нас есть наша областная программа, тоже дитячая онкология. Поэтому мы финансируемся по двум программам. И медикаментозное лечение в поле химиотерапии у нас идет бесплатно. Достичь значительных результатов в лечении больных, медикам отделения гематологии помогает современное оборудование, говорит заведующая. Недавно были приобретены вот эти специальные устройства. От их работы зависит результат химиотерапии, говорит Тамара Евгеньевна. А следовательно и жизнь ребенка. Однако есть у отделения и постоянная проблема. Дети остро нуждаются в донорской крови. А в планах у руководства детской клинической больницы расширить отделение гематологии и создать специальные палаты для тяжело больных детей.